Привет всем любители градостроительных симуляторов, а также просто ценители хороших игр. С вами Славка, канал Славка Гейм, и мы продолжаем сегодня играть в игру Мэйнер Лордс. У нас 16 домов, из 16 домов у нас 13 семей, то есть 13 семей, а домов 16. Значит, три домика у нас свободно для кого-то. Так, хорошо, надо вспоминать, что дальше у нас тут еще есть. У меня свободных людей вообще нету, все заняты. Рабочая зона пустеет. Какая? На ягоды? Ну, извини, зима, а не сезон. Зачем мне на ягоды людей кидать? Кстати, ребят, давайте, вот пока я ничего делать не буду, вы под видео просто пролистайте немножечко под видео. Там есть подписочка на канал. Оформляем, оформляем подписочку. Это так, ненавязчиво я вам предлагаю. А также прожмите лайкосик. Так, у меня на канале 728, там, 729 подписчиков где-то так на данный момент. Поэтому давайте до тысяченочки добьем, чтобы я стал партнером Ютуба. И он будет мои видосики рекламировать более-более востребовано всем. Более чаще показывать на Ютубе. То есть будем дальше стремиться и развиваться. Так, у меня дикие звери, звери скоро вымрут в этом лесу, и мы будем голодать. Это прям печально. Что-то мы нажрали, настреляли зверей прям кучу. Сколько у меня там? Еда на 15 месяцев. Январь месяц. Ну, люди как-то выживают. Ладно, ускорим процесс, чтобы не тянуть. Тут у меня кладовая для материалов заполнена. А какая именно? Амбар? Нет, амбар не знаю. Пилорама. А-а-а, ну, понятно. Что-то они там кричат, ругаются. Ну, у меня одобрение 65%. У меня уровень духовности плюс 10. Так, я еще поставил этого. Да это я понимаю, что заполнено. Подожди. Хижина-собиратель. Это один здесь. Хижина-лесника. Он должен же, по-моему, у нас это сажать. Да, лесник должен сажать дерево. Фактория. Мы продаем товары на продажу. Да, надо не забывать. У нас уже достаток региона есть. Количество денег, которыми мы располагаем. Прибыла новая семья, прибыла. Это хорошо. Прибываем мы эту семью. На факториях, в принципе, есть человек. Давай-ка мы тогда его куда-нибудь... Куда бы тебе поставить-то еще на... Это рынок у меня. Это лагерь дровосеков. Это у меня... С дровами все в порядке. С бревнами, по-моему, у нас тоже. На 10 месяцев все в порядке. Церковь у нас заполнена. У нас один... Этот корчма, вот, в принципе... Да и в корчме тоже все неплохо. Здесь у нас добывают все хорошо. Я бы вот сюда на камень бы богатую залезь поставил. Ну нет, давай мы его, короче, добьем. Пусть тогда... Торгуют, да. Вдвоем торгуют. Нормально. Торгуйте вдвоем. Быстрее будет достаток региона повышаться. Общественный порядок 100%. У меня просто все... Нету бандюк, нету воров. Наливайте чаечки, кофеечки. Всем приятного аппетита, кто кушает. Я чай попиваю, потому что иногда если я долго-долго разговариваю, у меня горло сохнет, я начинаю просто хрипеть. Голос становится более противным. Кому-то это не особо нравится. Они меня и так спрашивают постоянно. Славка, а почему у тебя... Почему у тебя голос такой? Я говорю, ну вот так вот. Так, на пилораме ребята работают. В факторе, кстати, можно лошадь за 30 достатков. Но у меня пока нету. Мы, кстати, можем это, одежду, а не в одежде. У них нужен запас одежды на рынке. А чтобы запас одежды был на рынке, мы им построим как кожевню, да? Кожевня, кожевня. Житница. Житница что делает? Позываю. Поля. Овцы, ветряная мельница. Нет. Давай кожу будем делать. Вот. Сыромятня. Работники выделывают шкуру, получаю кожу. Да. Вот здесь. Оп. Так, с фактурии человечка убираем. Давай иди строй. Кто мне там написал? Ладно. Потом. Нет, когда у меня запись идет, я не могу, к сожалению, ответить человеку. И нечего мне писать. У меня час ночи за окном. Зачем мне писать? Надо спать в это время, а вы мне пишите. Так, давай сыромятня. И сразу человека устроим туда. Чтобы мне сразу кожу делал. И в принципе у меня все. У меня все есть. Кожу делают. Еду добывают. А интересно, ягоды мы вообще не засеиваем что ли? Или как? Вот интересно весной как это будет. Ягодные пустыни 0,64 сезонные. Ну, дикие звери вообще скоро исчезнут. И что нам делать? Чем нам питаться тогда? Придется, видимо, покупать. Что у меня там? А, уровень духовности. Выбор еды на рынке увеличился. Уровень духовности. Ну, еда на рынке, да. Мне просто интересно, а удача, месторождение глины. Так, а где-то у меня... Где здесь была? Вот. У меня очков развития ноль. А как мне очки развития-то получить? Никто не говорил. Очки развития. Без понятия, как они появляются, но на что влияет. Армия. Ну, армия мне не нужна. У меня все добрые ребята, все. Увеличиваем скорость. Да, явно зимой они дольше строят. Уже в феврале, кстати, скоро зима кончится. В марте уже весна придет. Снег будет таять. Хорошо. Ставь лайк, если ты любишь весну или лето больше, чем зиму. Зимой холодно. Бр, я вообще не знаю, как можно что-то зимой делать. Я зимой сижу дома, в принципе. Не осталось места для хранения дома дровосек. Ну, и ладно. Кладовая дома дровосека заполнена. На заднем плане у меня кот мяучит, если вам слышно. Давай, строй. Что-то реально он очень долго ее строит. Восемь уже достаток региона. У нас 14 семей, два дома свободных. Да, человек, ты себе строишь. Ты же потом на нем будешь работать. Так что, строить с умом, чтобы не развалилось, чтобы на века. Еще плюс 4. Ну, ребята работают, продают. Фактория прям хорошо. А что ты не достроил? Давай, иди строй. А, вот, вам еще бревна нужны были. Да, вам бревна привезли? Окей. Может, не прогуляться, сходить к ним на этот? Давай прогуляемся. Так. А что я такой бородатый прям пришел? Так, где строители? Я не понял. Почему здания не строятся? Почему пустеют? Почему рабочие отдыхают? Вам одежда нужна? Мы сейчас будем из кожи делать одежду. Где вы? Вообще обренились. Мужик, иди строй. Хватит ходить. Но они, скорее всего, пошли за бревнами. Жалко, я не могу в здание заходить. Я бы сейчас зашел бы в таверну, сказал бы. Все вы тут творители. Вот там, кстати, таверна. О! А здесь пусто. Не проработано, молясь, разработчиками, да? Ну ладно. Ну, еще и зимают. Пусть зимой сидит на холодных лапках. Они все снегом покрыты. Ну, нахрен. Ты что несешь бревна? По-моему, еще новый житель пришел, да? Кстати, у нас март. Все, март начался. Вот уже я вижу снег кое-где сходит. Значит, скоро ягодные кусты. Вон они пошли уже расти. Рост идет. Скоро вырастут кустики ягодные. Да, у нас новый житель, смотри. 15 семей, два новых жителя. Красота. Крамятник построено. Одного сюда, второго вот сюда. Ну и все. Теперь у нас есть достаток в одежде. Увеличим скорость. Вот не люблю весну, потому что вот это вот все тает, слякает, слякает начинается. Грязь, грязюка. Ходишь постоянно в галоши. Лагерь с одеждой. Красавцы. Вот сразу, смотри, одежда у нас уже появилась. Он уже, смотри, сделал, да, чушь, кожа, кожа, шкура. Он уже одежду делает. А где кожа, там и одежда. Так что, ребят, у вас уже есть теперь запас одежды на рынке сейчас будет. Все, он только ларек поставил, смотри, сейчас у них сразу повысится запас одежды. А, им еще пряжа нужна. Ильминает ткань. А чтобы это было, нам нужно будет овц, овец завести себе. А овцы это и мясо, и пряжа. Я думаю, да, потому что на диких животных мы не это. Кстати, смотри, ягодные кусты выросли. У нас один человек собирает все, поэтому пусть. Все, лето им в помощь, пусть собирает. Строительство завершено. Еще ларек с едой. Так, ну рынок у нас развивается прям, да? Топливо, одежда, 31%, разнообразие пищи, 75%. У нас только есть яйца. Яйца, ягоды и мясо. У нас здесь семья живет. Вот запас одежды на рынке, да. Кстати, мы можем до второго уровня. А нет, не можем увеличить. Пастбище. Необходимо восполнить запас топлива. Сейчас восполнишь, чувак. А, ноль семей проживают. А вот здесь у тебя что? Одна семья проживает. Ну на тебе... На тебе шкуры из коз давай. Коз сделаем тебе. Козочек, на. Еще семья. 16 семей. 16 домов. Все. У нас один лишний человек. Мы этого человека поставим, поставим, поставим. Пусть давай делает тогда. И можно бабки получать. Пункт торговли с котом. Фактория у нас есть. Нет, давай мы тогда придумаем что-нибудь. Вот из шерсти. Ткацкая мастерская. Но у нас шерсти нет. А шерсть получается из... 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 Телега для дров. Кстати, можно было бы. Телега для еды. Иностранные поставщики. Нужный рынок ничего не стоит. Деревянная церковь у нас построена. Так. Так, а где у нас сету? Подожди. Получается, каждый дом должен, да, заниматься? Из лечменя. Из глины. Производ черепицу. Сарай кузнецам. Из шерсти работники изготавливают пряжу. Шерсть. Дом овцеводов. Дом овцеводов. Работники стригут пасущихся овец, получая шерсть. Нужно ввести овец в регион, обратившись к торговцу с котом. Вот сюда надо будет овец завести, на пастбище. Ну-ка, давай пастбище сделаем. Пастбище. Так. Ну вот, хорошее место под пастбище. Давай мы его здесь и поставим. Так, это хорошо. Теперь надо торговца найти с котом, да? Пастбище 0 из 41. Вот. Хорошо, а где нам найти пастбище? Месторождение Грины. Дайте мне, пожалуйста, скот, мне нужны овцы. Может, мы можем в дом какой-нибудь поселить? Так, ну-ка. Ну, к сожалению, нет. Вот огород. Курятник. Так, карта мне не нужна. Подожди, где мне взять овец? Так, ягодки, лагерь охотников. Хижины лесника. Очень странно, кстати. Я не знаю, где взять овец. Волт, понятно. Пункт погрузки. Наверное, вот это вот. Пункт погрузки надо делать. Давай попробуем. Оп. У нас еще один человек. Кстати, надо дома строить новые, чтобы люди развивались. Так, я скорость увеличил. Пусть строят. Один человек у нас на жар-зарежи работает. Готово, да? Хорошо. Сразу сюда. Раз. У нас для совершения крупных сделок требуется мул. У нас есть один мул. Ну, вот. Торгует скотом. Давай мне мулу сюда. Заказ на скотину размещен. Торговый партнер. Вот. Мне нужен бартер сэнд. Мне нужны овцы. Зерно, мука, обувь, леная, ткань, железная. Сэнд. Это я на продажу даю, или интересно? Или я? Овощи, пшеницы. Это бартер. Это обмениваться. Мне не надо ничем обмениваться с ним. Ноу бартер. Нет никого. Торгового партнера нету. Торговый стаи доступен через 30 дней. Охотник ведет торговлю. Какую торговлю ведешь? Так, ладно. А как нам заказать тогда? Подожди, горн. Как нам скот заказать? Давай мы закажем скот себе. Пастбище ноль. Что-то немножко непонятно, ребят. Я прям вот сомневаюсь, как это все делается. Пункт погрузки. Позволяет организовать миновую торговлю с другими регионами. Это хорошо. Давай жилье теперь смотрим. Колодец есть. Рынок. Есть. Терега для дров. Это не странные пустыщики нужны. Церковь есть. Яма мне не нужна. Вот. Поле. Поле я пока не хочу. Житница тоже не надо. Пастбище я построил. Дом овцеводов. Как мне обратиться? Видишь, написано? Обратиться к торговцу с котом. А где мне ее взять? Вон, пункт позволяет торговать. Чувак, давай ты отсюда пока уйдешь. Строй пункт торговли с котом. А, вот оно что. У меня прям денег. Ты смотри. Прям деньги прям рекой идут. Так, нам надо новые дома заказать. Я думаю, вот здесь будет нормальное место для домов. У нас прям поселок прям развился прям весь. Строительство. Хозяйство. Первый уровень. Давай. Давай. Да, строй. Так, все. Здесь у нас что? Так, скоро. Уже май, кстати. Уже лето прошло. Ой, точнее, весна прошла. Уже люди. Во, не торговать. Мне, наоборот, нужны торговля. Овцы. Вот, овцы. Возить. Овцы. Я введу, я не знаю, 15 давайте. Давайте 30. 30 овец. У нас для 30 хватит. У нас пастбище на 41. Вот, 40 даже делал. 40 овец. Все. Сейчас чувак построит один дом. И мы его отправим вот сюда, в пункт торговли. А потом новая семья придет. И пусть себе дома сами строят, товарища, остаточные. Так, для этих домов у нас все. Созданы условия. Да ладно, ты захотел. Не менее двух типов еды на рынке. Ишь, ты что захотел. Два типа еды ему давай. Деньги просто идут рекой, смотри. 274 уже. Так, ты дом построил? Все, дом построил. Все, иди работай здесь. И это потом люди придут. Вот один дом свободный. Есть 17. Придут и сами себе будут строить дом. Охотники здесь у меня сидит. Охотничья квота. Что такое квота? Неграничная рабочая зона. Охотится, охотится. Ладно. Так, ну вот я указал, что 40, да. У нас не торговать мулом, не торговать волом. Да, зачем нам? Это нам не надо. Мулы, волы нам нужны. А овцы мы ввозим. Импортная цена 30. Ну и все, мы сейчас это должны завести, по идее. Пастбище. В смысле, вот у меня пастбище. Сейчас семья придет и себе дом построит. В смысле рабочая зона? Я понимаю, что пустеет. Но извините, мне людей столько не хватает. Так, что вы делаете? Доставляет ввезенную скотину. Красавчик еще. Вот, люди пришли, да? Новый отряд доступный. Сейчас скажут, новая семья прибыла. Вот и все, новая семья пришла. Сейчас они себе нам домик построят. Тут еще вот оставшийся. И мы их отправим куда-нибудь. Вот сюда, например. А куда он ушел, интересно, человек? Люди доставляют ввезенную скотину. Где ты? А, она пошла, пошла за этим, да? За скотиной. А куда ты идешь? К диким тварям? Или она вот сюда пошла? Второй говый пункт. Ну, короче, она пошла. Ладно, мы не будем. Вот она уж мы сколько пути прошла. Это ты придешь к концу лета уже. А мне бы сейчас скотинку выдержать. О, дома строят правильно. Раз ты пришел к нам в поселение, будь добра, работай. Просто так у нас без работы здесь люди не сидят. Где люди работают? Сейчас еще камень будем сготавливать. И мне кажется, пора увеличить склад нам нужно, да? Кладовую. Кладовую или как это лучше сделать? Нам это никак нельзя, да, увеличить? Надо второй построить. Ну да, оно не расширяется никак. Так, она скоро принесет нам одного, одну овцу она должна привезти. Мы тут торгуем прям вовсю металлом. Ягоды почти заполнились. В принципе, же хижина собирателей. Травы собирают. Все нормально. 19 домов, 17 семей. Замечательно. У нас уже три домика здесь построено. Увеличим скорость, потому что смысла нет все равно. Пока ничего мы не сделаем, пока новая семья не придет. Новая семья придет, я думаю, мы построим, наверное... А что мы можем построить? Прибыла новая семья. Давай мы для бревен... Вот, кладовая для бревен нам не нужна. Нам нужна... Дрова. Дрова заполнены. Так что можно, в принципе, кладовая заполнена. Так. Мы даже на складе дрова держим. Ну, тогда что? Еще склад тогда. Склад. Еще один склад. Два склада будет. Можно, в принципе, склад поставить еще вот сюда тогда. Что бы нет. Еще семья прибыла. Ох, как они прям побежали. Ко-дному сразу присоединились. Молодцы. У меня три свободных человека. Мы сразу-то на одного сюда. Вдвоем идите за овцами. Быстрее будет. Мне просто интересно, а сколько она их сразу привезет? Двоих, троих овец. Может, она всех сразу приведет? Склад завершено. Сразу сюда человека назначаем. Так, лагерь охотников. Один, по-моему, ничего нет на хранении. Так. Что бы еще построить бы мне тогда? Да. Здесь козы. Здесь куры. Давайте мы эти все домики сделаем под коз, под кур, под всякую эту... А можно, смотри, еще что, пристройка для пекарни. Ну, давай, ты тоже кур делаешь. А ты делаешь тоже козочек. Да. Ты тоже давай кур делай. А ты делаешь козочек. Все. Все, здесь все таки тогда будут. Так, вы у меня будете делать огород. Ты тоже давай огородом занимайся. И ты будешь огородом заниматься. Все, каждую свою этот... Здесь жирность, здесь огород. Эти пока вообще без хозяйства, в принципе. Да, они не могут. Обычные дома. Так, два человека свободных. Куда бы можно вас направить? Дом дровосека. Дом дровосека. Корчма. Кладовой. Ничего нет. У меня, в принципе, все есть. У меня, в принципе, люди-то никуда особо не нужны. Если только построить залежи камня, давай попробуем. Строительство. Просто нужно ли мне камень добывать или нет? Лагерьками натесом. Давай. Просто он мне не особо-то и нужен. Он же, да, работники добывать камень, расположенных рядом залежей. Ну вот, мы вот сюда вот что поставим. Буду здесь работать, камень добывать. Почему бы и нет? Прям поселение развивается. Прям мгновенно, на глазах прям. 85% одобрения. Кладовая для материала заполненная. Че, что заполненная? У меня еще одна есть. А че вы сюда несете? У вас вторая есть появилась. Вон она заполняется. Заполняйте ее. У вас топливо на 6 месяцев. Кстати, мало 6 месяцев. Так, каменотес у нас один. Дровосек давай сюда. Дом Дровосека. Два Дровосека пусть будет. Кстати, Дом Дровосека. А че он делает Дом Дровосека? Подожди. В принципе, смотри. У меня 21 семья, 22 дома. Так, это значит, у меня еще один человек может так приехать жить. Так, ты добываешь камень? Да, добывает, красавец. Так, смотри, пастбище. Десять овец уже бегает. С моего овца, овцы бегают. Ну-ка, давай пойдем погуляем, посмотрим на наших овец. Вот они, родимые. Привет, овечка. Испугалась, убежала. Конечно, мужик появился перед ней. Все, овцы бегают, овцы кушают травку. Я не знаю, хлеб нужен какой-то для них? Здорово, мужик. Я лорд ваш. Работайте, ребята, работайте. Процветаем, процветаем. Залог процветания нашей деревни это то, что все должны работать. Все должно развиваться. В принципе, деревни на то и строятся. Что летом они все заготавливают себе на зиму. А зимой живут за счет того, что все заготовили. И потом все идет по кругу. Опять весна пришла, все работают. Мы занимаемся торговлей. У нас, в принципе, регион богатеет. 11 уже. Так, где у нас пункт торговли? Кстати, почему-то пастбищ написано 0 из 4, хотя у нас одно пастбище. Странно очень. Овцы у нас закупаются. У нас имеются избыточные. Кстати, можно ягнят потом будет закупить еще. А кто, кстати, ими управляет? Вот пастбище. Нам нужно, да, у нас теперь есть овцы. Нам теперь нужно, чтобы этих овец, мы из овец что-то делали. Да, дом овцевода. Давай, пожалуйста. Нам нужен дом овцевод обязательно. Ты будешь у нас. Блин, что-то я по дорогу-то не подумал. Мы тебя вот так вот сделаем. Оп. Да, и дорогу к тебе проложим. Дорога, дорога, дорога. А, кстати, откуда? Вот отсюда мы дорогу проложим. И Здесь же есть дорога. Вот сюда. Все. Так, это у нас рынки. Что-то мы большую территорию под рынки отдали, конечно. Сейчас у нас построится дом. Уже, кстати, август, уже лето уходит. Ну, вот тебе и скорость проживания. Что-то мне по работе, ребята, написали. Так, 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 так. Да никуда ты. Мне нужен и ватсап. Мне нужен вайбер. По работе я использую вайбер, к сожалению. Вайбер не особенно удобен. Мне не нравится вайбер. Я вообще бы телеграммой пользовался бы. И все. Так, хватит, хватит, хватит. Скорость уменьшим. Дом овцевода. Сразу человек сюда. А почему он не считает? Пастбище ноль. Места. Пастбище есть, пожалуйста. Вот и пастбище. Как-то странно он делает, думает. Так, нам нужны новые дома. Нам нужны люди. Хозяйство. Оп. Да. Все, пожалуйста. Строй. Один человек свободный. Он пока потихоньку строит. Мы потом вот здесь дорогу проложим. У нас уже прям город прям такой. Большое село, я так скажу. Много домиков. Если 66 человек живут, это же прям. 44 мужчины, 22 женщины. Половина, получается, половина мужиков. Просто 20 мужиков сидит и надрачивает без женщин. Им не прибома нужны какие-нибудь эти, я не знаю, бордели. Или что еще. Потому что как-то 20 мужиков холостых просто ходит. Надо как-то поровну, чтобы каждому мужчине по женщине. А то как-то ходить и в руку где-то в кустах. Потом говорят, почему он овец или коров ебет. Ладно. Опустим эту тему. Так, камень добывается, добывается. А как мне мое поселение развить? У меня нет очков развития. Пожалуйста, подскажите, как мне. А вот следующий уровень. Уровень поселения маленький. Между хозяйством второго или выше. Два. И там, наверное, будет поселение выше, да? А мы пошли вот сюда, и нам нужно глубокую шахту сделать. Или указы. Так, а чтобы вас на второй уровень перевести. Требования жителей вырастут. Поэтому нам особо-то нежелательно развиваться реально. Сколько у нас овец? 13 овец. У меня, кстати, куда-то пропали деньги. Это потому, что каждый овца 30 стоит. Жилье 22, семей 22. Настал сентябрь. А у меня топливо на 5 месяцев. Это у меня, значит, не хватает, наверное. Ну, как топливо не хватает? Что так много топлива вы едите? Это мне нужно больше этих, дровосек, да? Кладовая для бревен. Бревна. 28 бревен. Ну, все, бревна есть. Два дровосека, они пилят спокойно. Вот 8, нормально. Если надо, я еще прибавлю, еще дровосека включу. Сейчас дом построят, им еще одного дровосека возьмем. Если вам не хватает. Лагерь, склад, фактория, амбар, корчма, дом дровосека. Хижина лесника, лесник ягод должен собирать, а не лесник. Он засеивает. Ну, все, давай дом строим. Овечки бегают, овечки играются. Сейчас сентябрь будет, мы их должны обрить. Я думаю, вот здесь у меня... Вот здесь живет у меня овцы. Вот, у него уже шерсть есть, уже 18 шерсти. Пожалуйста, из шерсти будет одежда, да? Так, что мы можем сделать из шерсти? Давай посмотрим. Из шерсти, вот, ткацкая мастерская. Из шерсти работники изготавливают пряжу, а из зеленой льминую ткань. Мы можем пряжу делать. Эту пряжу мы можем, кстати, продавать потом. Почему бы, кстати, и нет. Это что такое, скот? Пастбище. Ай, 13 овец у нас. Прибыла новая семья. Замечательно. Ты сразу идешь на дровосека. Иди. Не, не вот это вот иди, а вот сюда давай, на дровосека. Пилить идите мне. Ну все уже, смотри, здесь дома, здесь дома. Здесь дома. У меня уже все засеялось. У меня лежат бревна. Они просто тупо лежат. 22 бревна. Выпилить их на дрова. Вот здесь, кстати, идет прямо вырубка деревьев. Так, овцу купили, да, видимо? Был 13, стал 14. Да, овцу купили. Надо что-то продавать, чего у меня очень много на складе. Так, давай попробуем поторговаться. У меня появился камень. У меня железной руды много. У меня досок много. 149 досок. А я могу построить себе замок какой-нибудь? Нет, я хотел бы себе построить. Здесь вы живете, да? Требую... А, маленькая деревня нам нужна. Поднимает административный уровень на один. Это нам надо, маленькую деревню. А чтобы перейти в маленькую деревню, что нужно сделать? Мы же уже маленькая деревня. Так, давайте я где-нибудь себе построю. Вот здесь, что ли, может быть? Во! Вот здесь буду я жить. Добро пожаловать на экран планирования замка. Здесь можно заменить планирование замка. Вставить элемент стены. Удалить. Это не надо. Доктейр не умеет. Ну, все понятно. Стройте мне мою усадьбу. Здесь буду жить я. Я буду рядом жить, пилорамой жить. У меня будет... А пилки будут постоянно лететь ко мне в окно. Ну, ничего страшного. Кстати, колодец. Всем хватает воды, ребят? Доступ к воде у всех есть. Запас еды разный. Два типа еды им надо. Ну, мы сейчас денег накопим. Дом овцевода у нас шерсть есть. Шерсть есть. Почему пишет пастбище ноль? Не очень понятно, к сожалению. Ну, ладно. Мне кажется, я очень огромное пастбище себе сделал. А что, издавец мяса нельзя что себе сделать? Склад, кстати, уже заполнен. Камни. 66 камней. По-моему, нам пора продавать камень. Так, где у нас тут? Фактория. Торговля. Давайте торговать камнем. Вывозить. Вывозить камень. Крупный, можно каменный блок херачить. Но мы пока не можем этого сделать. Поэтому давай просто камень. Кстати, давай учредить торговый путь. И у нас будет постоянно... На рынке товара хватает. На рынке товара хватает. Товара хватает. Ну и все. Давай мы сделаем... Ваш регион будет регулярно приезжать купе. Что купить? Да, давай. Все, пусть ездит. Пусть покупает камень, пожалуйста. Доски. У меня тоже доски есть. Досками мы тоже вывозим доски. Пожалуйста. Приезжайте, закупайте доски. Все. Все, мы торгуем. Нам нужна еда. Нам овцы нужны. Мы будем развиваться теперь под еду. У нас камень все это есть. Добывается. Богатый зареж. Лагерь каменотесов заполнен. Сейчас приедут, купят. Вот еще люди подошли. Топливо 6 месяцев. Ну, рубите, рубите деревья тогда. 22 полена. Вот у вас незаполненная кладовая для хранения. Давайте рубите на всю, ребят. У нас 23 семьи, 29 домов. То есть, в принципе, люди должны приходить, пребывать. Прибыла новая семья. Спасибо. Так, мы куда можем отправить эту семью? Ну, Горн, давай, ладно. Нет, давайте будем с овцами. Быстрее будем. Овец стригите. Это что у нас там получается? Мы имеем шерсть. Шерсть. Давай-ка мы тоже шерсть будем продавать пока что. Торговля. Шерсть. Экспорт, импорт. Это мы продаем за 2, покупаем за 12. Ни хера себе. Не выгодно, кстати. Чем легче красками. Кожу, древесный уголь. Ну, давай шерсть тогда продавать. Вывозить шерсть. А-а-а. Я еще не могу чередить, да, торговый путь. Ну, ладно, вывозим шерсть. У меня один человек свободный. Ладно, пусть он все строит. Не, ну смотри, у нас уже огромная деревня, в принципе. Я бы, конечно, уже улучшил бы требования невыполненные. А требования им нужно больше запасов еды на рынке. Когда будет запас на рынке, мы их увеличим до второго уровня. Ну все, 31 дом. 6 счетов домов, 7 свободно. У нас октябрь, прибыла еще новая семья. Замечательно, мы ее сразу в факторию. Торгуйте, ребята. У нас 141 монетка в казне. Так, нам нужно что-то еще строить. Вот они идут мою усадьбу строить, ребята. Молодцы, давайте, стройте. На пастбище у нас 4... А что так это не прибавляются овцы-то? Склад, пункт торговли с котом. Ребята, вы что, мисс Кот, давайте, я жду. Овцы, мне еще... Давай, 14 овец надо. Нехватка товара, цены выше обычных. Раз этого товара нет, мы будем эти товары сами потом продавать. Они вообще размножаются, нет? Мне интересно, кстати, реально, они размножаются. Деревья, в принципе, мне хватает, да, деревьев? Вот только если не вырубят, у меня ягод на ней будет. 0,64. Лучше сюда лесника еще одного будет добавить, чтобы он деревья сажал новые. Иначе мы сейчас все вырубим. Будет, приближается зима, но мы справимся с зимой. Топлива на 7 месяцев хватает. Денег нам тоже хватает. 14 овец уже, 15 овец. 91% одобрения. Красота, меня все уважают. И любят хорошее правление. Вы мне здание-то будете строить, нет? Или вы меня... А, ну вы возите, да, возите. Плюс 23. Доступны новые отряды. Кажется, еще новая семья придет жить. Мы тогда сразу новую семью. В лесники его, да, иди. Ограничить рабочую зону. Нет, зачем ограни... Мы не будем ограничить. Пусть, где хочешь, там сажают деревья свои. Неужели так много надо этих... Перевезенный товар. А, у меня, наверное, нет досок и камня. Я же все продаю. Я так думаю. Камень-то хоть есть, где склад? Камень есть. И здесь камня достаточно. Мы теперь камнем, просто камень хоть жуй. Жопой. Ну, правильно, что мы его продаем? Зачем он нам нужен-то? Амбар, тут, кстати, травы, ягоды. У нас еды до 10 месяцев. Ну, растем, потому что растем потихоньку. А зачем нам лошадь? Реально, а зачем нам лошадь? Ну, давай закажем, пусть будет. Я просто не знаю, зачем лошадь. Я бы еще одного мула бы заказал, наверное. Чтобы он таскал доски. Потому что что-то, видимо, нехватка идет. Пасека, хижина, собиратели. Так. Вот, я бы заказал еще одного. Создает одного дом пастбища. Назначает всеми становятся погонщиками валов. Что удоскоряет доставку грузов. Так. Куда мы можем в Алладе пристроить? А вот тут между домами как раз нормально. Да, нормально, вот здесь. А мы его улучшить не можем? Вот он один, бедненький, здесь стоит. Вол. Где? Вот здесь он. Одного сюда. А, можно было бы, да, заказать еще одного вала. Улучшить, расширять вместимость на один. Тогда мы это снесем. Все, извини, да, нам не надо. Мы сейчас все одного вала закажем через 20 дней. Ну и все, у нас везде люди есть, везде работают. Здесь они выращивают себе огород. Здесь у них козочки. Шкурки обеспечиваются с козочек. И яички у нас есть. Яйца вообще хороший ресурс. Если я ем каждый день яйца, по 4 штуки, в принципе. Каждый день. И в яйце в одном весь спектр богатых витаминов, которые нам нужны. Потому что из одного яйца зарождается жизнь. Поэтому, ребят, ешьте яйца и не бойтесь, что там, говорят вам, холестерин будет повышенный. Это другой холестерин. Это не тот, который вредный холестерин. Это быстро усваивается, быстро уходит. Яйца самый богатый питательный элемент. Вы будете всегда здоровы, и будет иммунитет. У нас 21 овца уже. Стрижет, стрижет, стрижет ее. Мне вообще еще превьюшечку выбрать, да? Я думаю, сейчас будем заканчивать уже. Люди просто ко мне приходят жить. Новые 27. Рабочая зона пустует. Какая? Вот эта? А почему пустует? Давай мы его сюда назначим. Чтобы не пустовал, пусть собирает ягоды. Через 8 дней я закажу еще одну вала. Дом дровосеков. Дровосеки вообще по полной рубят. У нас теперь топлива 9 месяцев. Еды не хватает. Еда на 8 месяцев. Нам нужно много еды. Много еды, это нам нужно пастбище коров. Нам нужно пастбище. Рынок. Солод из ячменя. Из глины добывать. Сарай кузнеца. Инструменты делать. Ткацкая мастерская. Но ткацкая мастерская нам пока рано. Эль нужен, нам Эль нужен, да? Короче, мне нет Эля. Фактория. Давай покупать Эль будем. Я у вас Эль куплю. Давай еда. А где Эль? Поскольку это крупная сделка, вначале необходимо учредить торговый путь. Давай. Так я же учредил торговый путь, нет? Или нам не хватает? Нам 144 надо, да? И будет Эль тогда. Ладно, вон 215, давай, давай, хрен с ним, давай. Торговля. Да, я согласен. Возить. 10. Я согласен, 10 Эля брать. Для корчумы нормальная, я думаю, 10 Эля. Пойдем, посмотрим. Что в декабре делать? Только Эль выпивать. Работайте больше здесь. Так, Валат заказать еще одного. А то он бедный один сидит где-то, где он здесь. Все. Один Волл будет заказать новую лошадь. Но лошадь-то особо мне пока не нужна. Пусть Волл будет еще один. Малый хлев улучшить. Улучшил. Кстати, мою усадьбу сейчас строят? Да, строят. Увеличиваем скорость. 32 дома, 29 семей. Нормально. Еды на 8 месяцев хватает. Денег мы опять нет. Но нам нужно возить, по-любому, пастбище делать. Где это пастбище? Еще люди пришли. Пастбище. Так, еще одна семья пришла. Давай тогда, раз, чтобы еда была, еще одного охотника возьмем. Теперь два охотника. Так, я нашел место для пастбища. Пастбище мы организуем где-нибудь вот. Давай вот здесь будет пастбище еще одно. Одно здесь, одно вот здесь. Дома вот тут тогда будут следующие. Все, давай вот тут пастбище организовываем. Так, ребятки, у меня будет здесь на 51 голову. И мы проложим вам дорогу. Так, а рынок у нас докуда идет? А, вон докуда же. Понял? Пастбище на хранении ноль. Пастбище. Так, значит, мы заказ делаем на скот. Пункт торговли скотом. Что дают ягнята? Овцы-то понятно, мне еще надо овец. Знать бы, что дают ягнята. Они дают мясо. Терега для еды. Все, я задумался, ребят. Я потому что думаю, о чем, как мне мясо получить. Лагерь охотников. Мясо. Реально, а как понять? Ткацкая мастерская. Ну, ягнят это мясо. Давай попробуем двух заказать. Пусть бегают. Чего нам? Двух закажем, пусть будет. Мы можем сами потом торговать этим товаром. Овцы, ягнята, видишь? Лошади размножаются, потом экспорт. Ну, ладно. Я не знаю, куда на такое пастбище, но ладно. Увеличиваем скорость. Вы там будете долго мою усадьбу строить? Зима все-таки, мне как бы хочется тоже где-то жить. Так, а вы камни хоть продаете? Сколько у вас там камня на складе? Камня 59 штук. Сформировали... О, усадьба построилась. Выберите усадьбу за всем налоги. Налоги. Налоги выполняет казну. Ну, давай мне топливо на 5. Чтоб было всегда, да, люди. Что, будем вводить расчетные потери одобрения? 20% еды. А у нас еды на 6 минут. Ладно, давай попробуем. Избыточная еда отправляется, да, и у меня будет влияние. У меня 250 влияние. И все. Торговый налог, налог наемников. Все. Церковь будет еду себе собирать. Так, строить, по-моему, больше нечего, да, пастбище автоматом строится. Поэтому, в принципе, мы можем жителя... У нас 32... Надо дома новые строить. Дома новые строить. Дома, наверное, будем строить вот здесь. Я предлагаю взять... Так, и мы прям вот... Оп. Вот так можно, да. О, стройся. Не знаю, еды, но хватит на столько домов-то. Мне кажется, много домов тоже не надо, будет большой избыток. Два вола, одна лошадь, один мул. Пастбище 28. 28 овец, 0 ягнят. Увеличиваю скорость. Торговля с котом. Что-то очень долго они торгуют. Деньги кончаются. По 130 штук. 30 этих стоят. Кстати, у нас уже опять январь. Уже еще один год практически пошел. Ты смотри, сколько у нас овец. Прибыла новая семья. Замечательно. Оп. А мы шерсть продаем, нет? Фактория. Торговля. Шерсть мы должны продавать. Материал. Да, мы вывозим шерсть. Шерсть мы продаем. Камень продаем. Мы все продаем. Кстати, камнем уже мало осталось. Железа много, а камнем уже мало. Богатая зарежь. Так, у меня еще один свободный есть. Куда бы тебя поставить-то, человечек наш? Ну, вот тебе на склад. Пусть на складе поработает. Так, все, у меня 34. А, кстати, нет, одного надо убрать. Иначе у меня все дома заполнены будут. Тогда никто мне не придет. Один должен строить. Блин, ну, поселение уже просто огромное. Дома, 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 дома. Все в домах. Все, пора, я думаю, прекращать. И только надо налаживать, чтобы еды было. Еды 4 месяца. Видишь, осталось? Это очень мало. Надо еду восполнять. Это надо ягнят. Мы тогда ускоряем. Короче, ускоряем, чтобы все быстро было. Быстро, быстро, быстро. Копим деньги и покупаем ягнятную еду. Иначе мы без еды просто умрем. У нас просто ягнят куча. Я не знаю, куда нам столько 40 ягнят. Шерсть. У нас все должно быть шерстью забито. Склад забит шерстью? 52 камня. Камень, камень никто не покупает. Почему? Фактория. Камень на продаже есть. Торговля камня. Торговый путь сделан. Да, берите. Дома строятся. 36 домов. 34 семьи. Хватит пахать. Иди на склад. У меня склад здесь есть. Охотники есть. Ну иди туда, в каменотесный поработай. Прибыла новая семья. Ну пусть она дома строит пока. Хотя смысла нет от этого. Нет, пусть достроит дома, да. Два дома построят и все. И можно его отправлять. Получается у нас 69 мужиков, 35 женщин. Пастбища 10 еще овец надо. Увеличиваем скорость. Доступны указы. Спасибо. У нас развитие 0 очков, зато доступен указ. Дикие звери у богатых источников пищи размножаются двое быстрее, но подъедают культуру поблизости. Трогий пост. Жители пропускают каждый пятый прием пищи, сокращают потребление еды. Нет, нам это не надо. Давай, дикие звери. Да, диких зверей побольше. Ничего страшного, пусть размножаются, а то очень мало им мяса. Так, дома построены все? Так, все дома построены. Все, отправляем тебя тогда куда-нибудь, я не знаю. Корчма пока не работает. Собирателями и так хватает. Вот, делай камни, делай заготовки железные. Кладовая заполнена гором. Чем же она заполнена? Тридцать пять. Ну, сейчас вывезем, и будет тебе нормально все, не переживай. Что это, что здесь такое? А, там деревья рубят. Так, я просто хочу, чтобы появились ягнята. Посмотрю, не дают мясо, либо нет. Тридцать два. Еще одна семья прибыла. Хорошо. Сыромятни делают кожу. Фактория. Фактория и так нормально, народу. Давай заполним в амбар. Вот, в амбар. Дровосеков полно. Кстати, еды прям совсем уже, еды на три месяца хватает. Мы сейчас скоро умрем. Опять голод будет у нас. Что же делать? Надо еду срочно. Давай. Мы что, не можем этих овенчиков порубить пока что? Еще одна семья прибыла. Я надеюсь, это последняя? Да, это последняя семья. Мы ее закидали. Так, так, так. Что же нам сделать? Ну, давай еще одного дровосека. Все. У нас пока апрель. Мы все угодья свои заняли. Ну, кроме глины, еще глину мы не добываем. Так, в принципе, все. Карьер заполнен. Ну, все. У нас 119 человек. Дом овцевода заполнен. Мы шерсть продаем. Ждите. Ну, пастбище у нас все. Покупайте. 33 овцы. Глобальный, наверное, предложил на рынке критический. Нехватка товара. Критическая нехватка товара. Наверное, намного выше обычной. Да, по-моему, 30. Нормально. Мы всех овец что-то скупили. Нехватка товара. Где люди? Доставляет везеную скотину. Доставляет, доставляет. Хорошо. У нас 36 уже. Кладовые все заполнены. Нам надо больше продавать. Фактория, торговля. У нас камня 200. Продаем на 200 все. По максимуму продаем камня. Цена ниже обычных. Забирайте весь камень. Я не знаю, куда нам девать камень. Все продаем. Все. У нас уже 260 камня. Хватит камня продавать. Все продаем 250. Это мы получим всего лишь 250 монет. Ну, вывозить. Все верно. Мы только вывозим. Нам больше не нужен. Досок у нас мало. Доски мы не продаем. Подожди, культура. Что у нас из культуры? Это нам не надо. Еда. У нас еды мало. У нас еды на 4 месяца. Поэтому еду нет. Шкуры. У нас 9 шкур. Шерсть не вывозится, видимо. Нужно создать торговый путь для нее. А сколько у меня железных заготовок? Не видно. Мы еще эль, видишь, покупаем эль. Нам бы оружие делать. Видишь, а оружие латное, доспехи хорошо покупают. Если бы у нас был бы прям человек, кто делал бы эти доспехи. Рабочая зона пустеет. В смысле пустеет? Они что, ничего не делают? Что? Ничего не изготавливают? Ну, видимо, сезонные, потому что нет никого. Я понял. Наконец-то пастбище. 41 и 41. Все, хватит. Торговля с котом. Мы, кстати, можем продавать и покупать. Продавать за 40, покупать за 30. Это просто... А, нет, экспортно. Импортируемые за 30 импорт. Дайте нам 10 ягнят. 10 ягнят я возьму. 10 ягнят это 200 золотых. 200 золотых мы быстро сделаем. Давайте. Я хочу ягнят посмотреть. Все, у нас пастбище полное. 41 и 41. Мне бы даже интересно, они размножаются, либо нет. Если они размножаются, то будет классно. Там их реально можем продавать. Видишь, критическая нехватка товара. И мы можем их сразу продавать. Люди ушли за скотиной. Хорошо, пусть уходят. У-у-у, еда на 2 месяца. Ребята, еды на 2 месяца. Ребята, еды на 2 месяца. Что с ягнятами делать? Даю для них мясо. 4 ягненка. Где они здесь? Где ягнята? Ягненок. А что он дает? А он только идет еще сюда. Не, я понимаю, что вот скот, я нажимаю, например, на овцу. И у каждой овцы есть имя. Катерина овца. Барбара овца. Барбара овца Барбара. Это же надо было назвать овцу Барбарой. Я зато знаю, что есть Катя. Это Барбара. Так, ребята, а что дает еду-то? Еда, еда. Что дает еду-еду? Мне надо знать, что дает еду. Еда, еда, еда. Ресурсы, источники ресурсов. Зерно, кожа, шкуры, инструменты. Овцы. Так, вот ягнята. Ну, ягнята же мясо, ягнячье мясо же должно быть. Разве нет? Почему не пишется, что дает ягненок? Как я должен понять, что он дает мясо? Как я должен понять, что он дает мясо? Сарай кузнеца, глина, из ячменя делаем солод, шкуры, кожа. Фактория есть, пункт торговли с котом есть. Я просто честно не знаю, что дает часовня. Что дает ягненок? Для чего он нужен, ягненок? А ты что гуляешь по улице? Я не понял. Или его ведут? Пастбища. Ничего не дают, ничего не говорят. Ладно. Я думаю, на этом мы сохранимся тогда, я думаю. Раз мы уже поселок свой расформировали, ну, сформировали уже более такой крупный город. Я немножко потом посмотрю, узнаю, что дает еду, какие ягнята дают еду. В принципе, нам больше завозить нечего. По кто в этом? Скот мы больше не закупаем, пункт торговли с котом. Нам осталось два, и, в принципе, мы можем... Все, на этом. И будем только ель закупать, может, даже закупим еду туда, в факторе. Почему бы нам не закупить еду, еды? Например... Например, каких-нибудь, я не знаю, мяса еще больше, да? Товара хватает. Вот мы мясо и возьмем по дешевке, что бы не брать. Ладно, ребят, с вами был Славка, канал Славка Гейм. Хотел сказать, Слава, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте обязательно лайк под эти видео. Пишите ваши комментарии, мне будет очень приятно почитать, что же вы там напишите. Ну, это все, и пока. Играйте только в хорошие игры. Слава, подписывайтесь на канал.